Свои люди выбирают того, кто выбирает их. Для каждого свой. Штрих к портрету. Вот эти кадры из 2018-го выглядят словно из 90-х. Казалось, в Беларуси предприятий в таком состоянии, как Аршанский инструментальный завод, уже давно нет. Как и зарплат, размер которой тогда главе государства озвучил обычный рабочий. Притом, озвучил не сразу. Ну, спросите, что сложного ответить прямо на прямой вопрос. Но одно дело говорить о хорошем. И совершенно другое шокировать. Шокировать президента страны. Спустя время, вот именно вот эта связка, прямой вопрос президента, настойчивый вопрос президента и правдивый ответ рабочего, позволила изменить судьбу предприятия и главным образом людей, которые на нем работали и, как наш герой, продолжают трудиться. Хотя, конечно, на сегодня это уже совершенно другой завод. Откуда я знал, что он приедет президент, он приедет президент? Мне же не говорили, что именно президент приедет. Я же не знал. А где-то форму чисто надо было так словно. Придент приедет. Я же не знал, конечно, что сказал. А с человеком, конечно, увидится, переросок это был. Да. Ну, человек, наверное, проходил по цеху, подошел ко мне. Там же больше не было куда подходить. По проходе проходился, подошел ко мне. Ну, я же на рабочем месте был куда-то. Куда я его надевался. Я на рабочем месте был. Он спросил про заработную плату. Тогда еще с опытом был майник. А зарплата? Выросла зарплата или осталась на том же уровне? Да? Я не слышал. Особо не изменилось. С человеком пообщаться в первый раз, это как бы... Рассеянность какая-то совершенно больше. Потому что заработная зарплата была 350 рублей. 350 было. В 18-й год. Даже, может, и того меньше было, если получая некоторые, не знаю. Так а если меня спросили, что сказать человеку? За деньги работают, за 200 долларов он. Все врать. Солько был, столько и получил. Он задал мне вопрос, ему сказал, что... Назвалось, я никакой не почувствовал. Да, нормальный человек. Нормальный человек, общая люди. Нормальный. Его взял в обиду, потому что, ну, видит, посмотрел, что... В каких условиях туда и работы едет. Я думал, и бы, что посмотреть на это, какое было условие туда. Ну, человек, наверное, этого и... Ну, как бы, говорят, не знаю. Вот на это задание его и ругался, конечно. Я думал, за это, наверное, больше не дождался. Ну, самое, как и в квартире, вот, вы проходите домой, прошли, мы сами говорим, прошли, ага. Вам это не понравилось, вы там это делали. Там что-то грязное, там не убрано. А вы делаете замечание, прям, с девушками. То же самое, его, наверное, замечание делали. Слушай, это же... Ну, на каторге люди работали, легче, наверное, было. Ну, как в этой темнотии здесь можно работать? Надо где-то подсветка, еще что-то как-то. Ну, надо это сделать. Подкрасить, привести в нормальное состояние. Ну, не понимают правительство этого. Значит, выделить ему деньги? Да, конечно. Выделить. Немедленно. И пусть, с завтрашнего дня, пусть приступают к работе. Попробую ехал, ну, начали еще делать, переделывал. Ну, посмотрите, как стало. Раньше еще этого не было. Конечно, по сравнению с тем годом, сейчас лучше стало. Оборудование, вы видите, новое еще проведете. Все есть, люди работают. А раньше было, как, конечно, и зимой, было прохвально, ажаться этому демократии полно здесь. Не мерзнем в лесу, а он был. Решанский инструментальный завод. Как вы еще? Отчуда выйти в завод? Ну, у меня я не желал уходить никуда. Я уже привык, это в цехе, в цеху работаю, на заводе уже привык еще. Ну, он собирал всю пари. Ну, я понимаю, предприятие, но если привык к моему предприятию, уже на одном работаешь. Зачем себе прорывать стаж, то есть. Я уже работаю на предприятии, уже 19, я тебя никуда не хотел, я уже привык здесь. Да. Обучение было свое. Никто же тебя не научит, не поставит, пока ты сам не научишься. Никто тебя не сделает, покажет. Это самому все делать уметь, учиться. Ну, сложности, сложности, а если хочешь ты работать, тебя сам себе научишь. Если ты хочешь работать. Желание, если у человека есть, он будет работать. Если у человека есть, а если у человека нет, то, увы, его ничем не заставишь делать. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок. Завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику, россияне тоже перекрестятся. Только надо понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать. Она в пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки. Мы никогда не раскрутим свое производство. Никогда. Нас еще в это болото и подтолкнут. Поэтому людям надо это объяснить. Хотите, бастуйте. Хотите работать, работайте. В 20-м году, в 20-м году, это да. Я вот, что в 20-м году? В 20-м году, по-моему, это же нормально вообще было. А я никуда не ходил, ничего. Какие, какие забыл? Я никуда не ходил, это все. На выборы сходи проголосовать. А за все мне какие-то, я никуда не ходил. Мне это не надо. А за какие перемены, за что? Государство потерять? Кому отдавать, кому-то врать? Кому отдать, если человек один? Больше нет. А кого мы найдем с вами? Что есть? Кого найти сейчас, в наше время? Кого? Кому достать? Страну разграбить не надо. Я, по-моему, только за одного человека я выбрал, он наши будут за его. А зачем кому отдать? Страну в увеличенную Украину. Что делать? Там что? Кому там добирать? А у нас человек один. Довернуть только к нему. Ну, а вот, посмотрите, что у нас в другом стране, как это произошло. Сколько будет? Ну, все поделано, все нормально. Почему? Радущий, живи. Ну, работай. Мирно, все хорошо. А так что, ну, я точно Украину, она своя страна. А кому? Добирать, что, как он одному человеку добирать? А с кем можно общаться? Только с ним. А кому, вы думаете, кому вот вы, между нами, вот кому вы, человек хороший? Зачем? Ну, как руководитель сказал, любимого не отдадут. Кому отдавать? Не надо. Наша страна, значит, мы за страной будем боевым. Это наша родина, мы здесь выросли, мы здесь, наши, все это, все наше. Наши дети, наше будущее, все здесь наше. Никому мы ее не отдадим. Все. Наш президент, и мы заим. Самое главное, экономика. Можно было проще сказать об этом много-много, я говорил в последнее время и ставил задачи. Можно концентрированно выразиться. Дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас. Кажется, он отвечает сам за себя, понимаете? А руководитель, тот, что вдруг, непривучен к физическому сранению детства, он работать не будет, поверьте. Нет. Его вы не заставите работать никакой силой. Если человек непривучен к этому, ничего бы не сделалось. Знаете, а мы в раннем возрасте уже, как говорится, делаем то, что нам надо было. Раньше этих не было ничего. Мы все делаем вручную работу. Понимаете? Мы делаем все вручную работу, все руками. Богороди, трава, это все сами делаем. Кто за нас будет делать? Никто. Вот. Мы все делаем вручную. Поле было раздельно на три части это. И вот эта часть была посажена картошкой. А граммом правильно работал? Вот. Поперек мы убирали, окучивали картошку. Это было 12 часов дня. Жирание имоверное. Овод, мухи. Страшное впечатление. А потом уже я сам окучивал картошку. Это второе впечатление. А младший двоюродный брат. Воды. Да. Водил лошадь. А он был поменьше меня ростом. И все время ему надо было идти, руки вверх, лошадь вести. Она мотает головой. Ну, в общем, впечатления такие, знаете, не вполне хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени. Я вот даже, вы знаете, что я в центре ни разу не был. Не должен тогда сидеть ни разу. Не были? Нет. А вы что-то рядом со всем? Мы сейчас так проусадим. Там огород. Надо, конечно, без этого как-то. Ну, там картошка. А я работу себя люблю. Ну, если мне будет время, я съезжу с собой. Понимаете? Если мне это получится, я съезжу. Но мне время не позволяет этому, когда съезжу. А вы на президента похожи какими-то качествами? Нет, я не знаю. Я это не... Свои качества я не ставлю. Как человек? Да, про это мне очень далеко. Понимаете? Человек хороший самостоятельный. Я рабочий человек. Зачем? Я рабочий, как все работают. Свои люди выбирают того, кто выбирает их. Для каждого свой. Штрих к портрету. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok